Я хочу сделать две оговорки до того, как начну. Во-первых, извиняюсь заранее за язык, потому что там есть один, наверное, будет такой контекст, который может кому-то не понравиться, поэтому заранее извиняюсь. Но я использую именно... Всё моё исследование строится на архивных, на материалах, на текстах и на определённом, это уже новый какой-то этап статьи, на онлайн-дискуссиях, то есть блоге. Также название самой презентации, самой статьи в будущем, оно исходит опять-таки из понятия Кэтрин Веттери, чем был социализм и что стало после. Для меня было более интересно, кем была советская женщина, именно как дискурс. Поэтому я буду исходить из того, о чём говорила Таня. Утром большое ей спасибо за то, что площадку определила. Я говорю именно о том дискурсе, который устанавливался именно локально, то есть не из Москвы, а именно в Казахстане, в советской литературе. Почему литература очень важна? Потому что всё-таки это был рупор, и это было то место, в котором можно было делать какие-то доминантные, основные дискурсы, которые люди читали. И для меня литература — это вообще как сфера достаточно важная именно в советский период, потому что были огромнейшие тиражи, люди действительно были заинтересованы читать эту литературу, им было интересно, шли обсуждения, дискуссии. В одной из своих работ я, кстати, пишу о том, что одну книгу просто обменивали на барана, что это такая аллюзия проходила, о которой мне говорили в интервью, достаточно открыто о том, что действительно книги были на вес золота, люди хотели их читать, люди хотели их иметь в своей библиотеке. И поэтому для меня именно эта сфера очень важна, чтобы определить, что всё-таки произошло тогда. Исходя из той проблематики, о которой я хочу сегодня говорить, опять-таки, как формировался канон того, что есть советская женщина, то есть именно как дискурс какой-то идентификации в обществе, и как этот дискурс, как этот канон формировался в каком-то культурно-литературном измерении. Это измерение я также называю как тенденция, которая присутствовала в сталинский период, особенно в ранний, предсоветский, революционный, постсоветский, можно сказать, примерно до постсталинского периода, если мы говорим о Юрчаке, до периода позднего социализма, который называется модернизация прошлого в настоящем, то есть modernizing the past in the present, о котором я говорю также. И то, что мне интересно, это то, что из-за этого дискурса, то есть постоянная модернизация, постоянного развития, происходила такая какая-то темпоральная, то есть основа была в том, что говорили о времени, а не о пространстве. И как бы я попытаюсь немного поговорить сегодня об этом, я бы хотела услышать, что вы об этом думаете, на основе того материала, который я представлю. И также откликивать или рефлексию о том, о чем говорила Таня сегодня утром, это о том, что трансформация этого генера, этого дискурса доминантного происходила именно как-то сверху. Я скажу про один субъект, который я нашла в архивах, но как бы в общем и целом вся эта дискуссия в культурной сфере происходила с женщиной сверху. И тут я задаюсь каким-то вопросом, была ли какая-то внутренняя колонизация знаний, то есть если мы говорим о каких-то деколониальных течениях и прочем. Так что это та проблематика, о которой я хочу сегодня поговорить, о которой я хочу начать дискуссию. И если говорить о каких-то дефинициях, что такое модернизировать прошлое в настоящее? То есть это такое создание дискурса отсталости, дискурса от того, что мы отходим от какого-то момента в истории, в истории становления казахского или любого другого, центрально-азиатского, предсоветского и советского прошлого. О том, что люди воспринимали всю свою реальность и историю перед вступлением в Советский Союз, перед тем, как они начинали советизироваться, как нечто отсталое, как нечто, что требовало какого-то вмешательства, какого-то радикальной трансформации. И то, что я нахожу, по крайней мере, в литературе, и до советских писателей, и уже постреволюционных писателей, это о том, что они все делали именно этот уклон на то, что Колым — это отсталось, что традиционное общество, в котором жили намады, это тоже отсталось. И то есть они формируют такой дискурс, что нам нельзя возвращаться к этому традиционному, нам нельзя возвращаться ко всему тому плохому, что было в прошлом. И как бы они тоже пытались как-то сказать, не то что забыть, а именно противопоставить, контрастировать свое прошлое с тем, что происходило с ними в настоящем. То есть с той трансформацией, с той модернизацией, которая происходила после революции. Женщины в данном дискурсе, так же, как и бедняки, бедняки в казахском дискурсе читались как кидей, то есть люди, которые были наиболее уязвимы, которые работали на бае, постоянно ущемлялись и прочее, они стали главным полем для такой трансформации. То есть они стали таким символом, который нужно было изменить, и символом, на котором можно было детально показать, как эта трансформация происходит. То есть, как сегодня говорят, в Казахстане не было, в принципе, такого большого дискурса по поводу Чаумы или Паранджи и прочее, но главным дискурсом стало такое понятие, как, например, класс, и состояние женщины, то есть её можно было перепродавать, как скот, часто используют в литературе, был колым и прочее, и женщина не имела никакого голоса, она перепродавалась из этой семьи и становилась рабыня в другой семье. И сегодня я не буду говорить про бедняков как класс, ну, в другой моей статье я как раз тебе говорю об этом тоже, что как они могли либерализовываться, получать свой голос и жить дальше, как бы преодолевая ту традиционную, как бы, парадигму, которая существовала с ними в прошлом. То есть это очень важно, то, что вот это временное противопоставление тому, что было до и что стало после, для меня это очень важно. И также шло какое-то поступательное движение, то, что, в принципе, описывается в модернизации как таковой, что отмена или порицание того, того, что было, и как бы радикальное изменение того, что будет в будущем, простите, и в настоящем. Вот. Цель и задачи такой литературы и таких дискурсов культурных было, естественно, я тут цитирую тоже Таню Щирку, о том, что это было переосмысление роли и также смысла женщины, то есть её состояние личности уже как бы в нынешнем состоянии, опять-таки время здесь имеет большую роль, что они получали какой-то новый гражданский статус, которого они не имели в прошлом. И также успешное завершение этого проекта «Советская женщина», я его как бы в данной работе, по крайней мере, использую именно как дискурс, то, что это происходило. То есть состояние женщины от досоветской к советской женщине, это как раз-таки также позволяло наглядно и в литературе, и в реальной жизни показать, что успешное завершение данного проекта могло вести людей к дальнейшему прогрессу в других сферах тоже. Теперь я бы хотела ещё посмотреть на то, как эволюционировало вот это понятие женщины, досоветской женщины, дореволюционной женщины и уже становление советской женщины в литературе. Здесь я рассматриваю именно на данном этапе сталинский период и ранний советский период. И как бы в данной литературе можно выделить такую эволюцию, я их назвала, несчастные. Первый казахский роман назывался «Несчастный Жамал», он был в 1910 году писателем Рыжаковым Дулатовым, который относился к такому интересному просветительскому интеллектуальному кругу, который назывался «Алаш». И вот в данном романе, первом романе казахском, говорилось о том, что Жамал, она была такой любимой единственной дочкой, то есть её долго ждали, и родилась девочка. Ну, несмотря на это, причём в романе об этом пишется, несмотря на это её очень сильно любили, причём она была дочкой второй жены, то есть там тоже это описывается, что институт многоженства и так далее. И что вот в неё как бы вкладывали, так как она была единственным ребёнком, ей дали образование, она была очень образованной, очень способной девочкой, её все любили до того момента, когда ей не исполнилось формально 13-14 лет, когда её нужно было выдавать замуж. И вот тут переходит такая трансформация, что из любимой дочки она переходит в ту женщину, которую теперь можно использовать, перепродать, отдать, которая не относится больше к семье, и которая как бы обязана по обзову традиций, обычаев и так далее выйти замуж за того, кого ей отец или род выбрал, за кого она должна выйти замуж. Forced marriage — это получается насильственный институт замужества. Это очень как бы один из самых, наверное, ярких дискурсов, которые были использованы в данной литературе. Но обычно по сценарию того же, например, Мухтара Уэзова, в «Каракойске» — это одна из тоже знаменитых пьес, идёт так, что сценарий в принципе практически один, что девушка влюбляется обычно в бедного, но образованного, очень умного, прогрессивного человека, обычно он учитель в сельской школе, но ей не дают выйти замуж за него, потому что уже есть договоренность, что она выйдет за сына Бая, который обычно представляется как очень глупый, необразованный, такой тёмный человек. И вот всё её несчастье было в этой судьбе, что она не имела выбора, то есть стать женщиной. Замужество — это часть того, что она становится женщиной, и она не имеет свободы выбора, за кого она хочет выйти замуж, или стать женщиной. И этот дискурс был достаточно долго использован в разных жанрах, не только в романе или повестях, о которых я буду говорить, а также в пьесе, вот как у Мухтара Уэзова, где Каракоз тоже влюблена, она влюблена, правда, в своего родственника, тут опять-таки говорится про традициональность, что у казахов нельзя было выходить замуж за человека из своего рода, если у вас есть объединение через семь колен, если вы как-то связаны родственными связями, то он уже родственник. Каракоз влюбляется в одного из своих дальних родственников, но они, по-моему, шесть колен их разделяло, вот если бы следующий поколен, тогда, может быть, она могла бы за него замуж выйти. И тут встаёт как бы наперекор её судьбе бабушка, которая олицетворяется в пьесе как всё ужасное, что есть в традиционализме, она против этого, она как бы ей говорит, что ты, если выйдешь замуж за этого родственника, что ты просто опозоришь весь род, что ты принесёшь несчастье нам и так далее и тому подобное. То есть вот это олицетворение, что женщина, тоже меня это, в принципе, достаточно сильно интересует, более старшая женщина, бабушка, которую Каракоз любит, она сирота, у неё нет матери, и бабушка становится ей как бы заменой этой матери. Но несмотря на это, как бы она продолжает, что ты должна идти по тому пути традиционализма и как бы принять это, то есть идти по зову предков и так далее. И эволюция происходит здесь на таком позднем периоде, в 30-х годах, sorry, в 40-х годах, когда в 38-м году первый был написан роман Муканова, он назывался, кстати, не Батагос, он назывался Жумах Жалал, то есть, как это перевести, неизвестный флаг или что-то в этом. Да, вот, и потом как бы уже в перепечатке, уже в другом варианте, на русском, он выходит как Батагос. И Батагос как раз-таки это освобожденная женщина, это та, которая имеет право выбора выйти замуж за того, за кого она хочет. Я детально остановлюсь на нескольких именно таких показательных женщинах советской литературы дальше. Потом происходит такая трансформация у Биембета Майлина, который тоже был советским писателем, который был репрессирован в 30-х годах, в 37-м году. У него происходит такая трансформация в его лучших, скажем, произведениях. Памятник Шуге и Коммунистка Рауша. Написаны они были в разный период, ну там небольшая временная разница между ними. То есть в памятнике Шуге происходит абсолютно такой же сценарий, она влюбляется, это любимая дочь, образованная, у которой гораздо больше возможностей и по классу, то есть она может себе позволить ходить в школу, она может позволить себе гораздо больше возможностей, чем другие там сельские девушки, то есть она дочка Бая. Но она влюбляется опять-таки в бедного учителя, и роман построен ещё так, что очень много переписи между вот этой девушкой и учителем. И они пишут в стихах, что вот она такая талантливая, что она может писать, что она намного опережает своё время в этом, как будем говорить, колониальном, до советском ауле. Но опять-таки она умирает, потому что у неё нет возможности соединить свою судьбу с этим учителем. И когда она уже умирает, в принципе, на смертном адре, ей разрешает семья, ну ладно, выходи за него замуж. Она умирает, не дождавшись его. И вот происходит такая легенда, что когда они проходят это место, они говорят, что вот это памятник в Шуге была такая девушка. То есть это легендируется. В коммунистике Равшан происходит абсолютно другое дискурс, о котором я поговорю попозже. Это как раз-таки та женщина, которая была либерализована советской властью, она становится коммунисткой, она бросает своего мужа, что критики советские очень часто писали, что это вообще супер, что она уходит из института брака, потому что муж ее не достоин ни на моральном уровне, ни на интеллектуальном. Показательно. Потом происходит также эволюция, например, опять-таки, в поздней сталинской литературе. Если мы посмотрим на Габидена Мустафина, то есть это уже та литература, и Мусрепов, и Мустафин пишут о Караганде, то есть о промышленности, развитии промышленности в дореволюционный период у Мусрепова, и развитии промышленности уже в советский период у Мустафина, то есть строительство заводов, строительство при заводах школы, где работает Ордак, тоже дочка Бая, но уже в советское время Бай раскулачен, она становится учительницей, и как она борется за свое просвещение уже в данном периоде. У Мусрепова тоже идет промышленность, но как женщины ранее советского периода осваивают промышленность, это тоже очень интересно. Мы видим, что в поздний какой-то сталинский период, когда уже нужно говорить о внедрении женщин в какие-то процессы рабочие, уже идет вот эта вот трансформация, что женщина больше не несчастная, она как раз-таки уже работница, равная по отношению к другим работникам и строителям советской власти. Дальше, ну и о чем хочется поговорить именно в этом раннем дискурсе, что это несчастье традиционализм, что в принципе писатели того периода, ранее советского периода, не давали женщине никакого, по крайней мере в данном культурном дискурсе, не давали ей выбора, то есть она постоянно должна была обречена либо в принципе во всех случаях на несчастную любовь, несчастная любовь рождалась из-за того, что она не могла сделать выбор того мужчину, которого любила, естественно, и там разные были сценарии потом ухода от этого неравенства, либо она умирала до брака, например, Каракоз, как шуга, то есть она умирает до того, как она вообще выйдет замуж за кого-либо, либо, как несчастная Жамала, она выходит замуж за того человека, которого не любит, пытается от него уйти к другому, там мы интеллектуально раздумим, но он, к сожалению, тоже умирает в городе, она возвращается к своему мужу законному, он ее как бы постоянно бьет, унижает, говорит ей, что вот она изменила не только ему, но еще и своему народу, в смысле того, что она опозорила свой рост, и когда она пытается уйти от этого, то есть постоянно ее уход сопровождается тем, что она, на мой взгляд, проигрывает, потому что она идет в город, попадает в Буран и умирает в Буране, то есть в сугробе ее находят потом мертвы, и те сценарии, которые давались этим женщинам в ранний советский период, они, как мы видим, достаточно негативные, и в работе я говорю о том, что им не дается возможность решить, что смерть это все, это финал, то есть ты не можешь дальше бороться, и ты не можешь дальше выбрать свой путь, все, ты умираешь, и это точка. Для меня это был достаточно серьезный такой момент, на который нужно обратить внимание, это действительно происходит в ранее советском, будем говорить так, до 30-х годов в литературе, дискурсах. Что же происходит с женщинами, о которых было описано после, с теми женщинами, которые приходят в роман в 40-х годах, когда уже идет как раз-таки формирование соцреализма в Казахстане, когда нужно писать не о прошлом, и это тоже очень важно, что временной линк, опять-таки времена, как это сказать, ну линк, да, он как бы ломается, уже нельзя писать про прошлое абсолютно, мы уже поборолись с традиционализмом, мы уже поняли, что мы туда не возвращаемся, нужно писать только о том, как все хорошо в настоящем, и как все будет хорошо в будущем. Поэтому приходят такие романы, как «Караганда» у Габидана Мустафина, что о развитии, о промышленном развитии, о городском развитии, который приходит вместе с советской властью, что стали строить шахты, стали строить города, при шахтах, даже «Караганда» там как бы описывается, как город строился, да, этими же людьми. Вот, и как бы роль женщин в данном контексте, если раньше они были главными героинями определенных романов повести, тут они становятся второстепенными, даже может быть третьестепенными. То есть главные герои того же Мустафина и у Мусрепова, которые пишут про «Караганду», это мужчины-работники, да, мужчины, которые строят шахты, мужчины, которые становятся коммунистами в этих шахтах, которые борются, а женщины, они вот на каких-то таких второстепенных ролях, они жены потом в будущем, да, уже в конце романа. Ну, и они как бы учительницы там, какие-то там подвозят, не помню, там, по-моему, вывозят уголь, который мужчины там бьют, да, этими кайлами и прочим, прочим. Вот, и Ордак, она такая, как бы именно третестепенная, скажем, девушка, героиня романа «Карагандая», как бы они говорятся очень, ну, не так много, как, скажем, о её муже, да, о первом коммунисте, который приехал туда. И вот, как тут описывается в предисловии, критическом предисловии к роману, то, что она как бы дочка Бая, которая купила её мать, как бы задёшево, она вторая его жена, опять-таки, да, и вот как этого Бая раскулачили, он всё равно забрал Ордак, приехал с ней в Караганду, и так как она образованная, она находит себе место не на шахте, а именно она начинает подрабатывать в вечерней школе, то есть она учит не только детей, но и шахтёров. Вот, и там есть такой момент, когда, как бы, она уже влюблена в этого коммуниста, да, который там туда приехал, но на неё постоянно какие-то нападки, и тут опять-таки мы говорим о том, где субъективность, и где нет субъективности, да. В один из моментов, ключевых в её развитии, как героини в романе, пишется о том, что, как бы, один из работников назвал её, один из шахтёров, назвал её Белоручкой, что ты, как бы, сидишь в школе, ты ничего не делаешь, ты дочка Бая, и ты, как бы, в смысле, ну, ты ничем больше не занимаешься, а только нас учишь, ты Белоручка. Как бы это её глубоко сильно обижает, потому что, ну, как так, я Белоручка, я лучше пойду на шахту, тогда я буду работать. И тут вмешивается и сам коммунист, её будущий муж, и Щербаков, один из русских, как бы, инженеров на шахте, он ей начинает говорить, что, как бы, ну, как так, не нужно слушать там определенных недоброжелателей, ты должна вернуться, это твоя миссия, обучать этих людей, да, как бы, но это осознание к ней приходит только тогда, когда она получает вот этот confirmation от кого-то другого, да, что, а, значит, я должна это делать, то есть сама она, спасибо, сама она не может принять этого решения без того, чтобы ей кто-то не сказал, не подсказал и не подтвердил, что это решение правильное. Женщина не может сама решить для себя, нет, я не Белоручка, я смогу тебе, как бы, ответить чем-то. На данном этапе, например, она не отвечает ничем этому человеку. И уже в конце мы видим её развитие, она опять-таки вышла из-за этого коммуниста, у неё там есть дети, о которых пишется мало, непонятно, кем они воспитываются, потому что она уже пишет диссертацию про фольклор, да, про казахский. И вот, и как бы уже в конце самой книги, когда я уже за 30 по сценарию, мы видим о том, что она включается в эту дискуссию между мужчинами, да, то есть она начинает с ними говорить о роли фольклора, о роли, там, традиционализма и прочее, прочее. То есть мы видим, что тут два ключевых этапа, да, что как бы она развивается вместе, во-первых, с советским каким-то дискурсом, да, то есть который дал ей возможность уехать где-то обучиться, и она развивается также помимо того, то есть параллельно тому, как развивается само советское общество, когда ей даётся этот голос. Но опять-таки голос этот ей даётся в семье, то есть она остаётся в семье со своим мужем. И тут как бы очень ещё важный момент, о котором я расскажу позже, понятие любви, да, даже не третьестепенно, возможно, четвёртостепенная женщина, это Болжан, да, которая как бы руководила, сначала она была просто кельничек, то есть это сноха, да, сначала она просто приехала со своим мужем, который работает на шахте, а потом как бы сидела дома, то есть готовила всё, а потом решила, что она тоже должна включиться в этот процесс, и она становится, опять-таки, в какой-то промежуток времени, да, когда она там чему-то учится, как управлять машиной и так далее, она становится одним из тех, кто, в общем, на шахте имеет не главную роль, а какую-то второстепенную, как сервис, да, то есть она там привозит или отвозит уголь, или как-то его транспортирует, вот как она обращается с машиной, то есть в дискурсе модернизации это тоже ещё очень важно, то есть как люди обучаются там тем же тракторам и прочим, прочим, вот, это тоже, мне кажется, здесь знаковое, как бы, но опять-таки, это и Болжан посвящено, по-моему, из всей книги, да, только три страницы, вот просто в Москве описать, что вот это тоже было, и женщины там тоже имели своё решение. Коммунистская Раушан, это, наверное, один из самых знаковых романов, на мой взгляд, о развитии женщины в Казахстане и о советизации женщины, то есть Раушан, это опять-таки та же молодая женщина, которая вышла замуж за бедняка, которая живёт в ауле, и вот, как бы, приходит советская власть в эти аулы и говорит, что мы организуем женсоветы, и нам нужны люди, которые будут, женщины, которые будут представлять, то есть вот этот вот местный, да, как это сказать, местную власть, и вот её избирают в этот совет, она, эти моменты описываются в книге, когда она уезжает из своего аула, то есть она никогда не выезжала из этой, как бы, реальности, и вот она едет на бричке вместе со своим мужем, который, в принципе, тоже его мучают сомнения, стоит ли отвозить жену, не стоит, но всё-таки он, как бы, потому что он её любит, опять-таки у Майлина такой дискусс, да, что, но раз он её любит, он даст ей возможность сделать то, что она хочет, и вот он, пока она едет по этой дороге, она видит разные там аулы другие, она говорит, что несчастной женщины из аула, наверное, нет никого на свете, да, я не буду читать, потому что у меня нет времени, это её, и в романе показывается, опять-таки, её становление, когда она уезжает из аула, когда она приезжает в город, да, вот тут она, как бы, выступает на, 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 на жизнь в совете, сначала выступает девушка Марьян, которая уже трансформирована, она ушла от своего мужа, она, как бы, занимается сама политикой, independently, то есть независимо от кого-либо, независимо от своей семьи, и Роушан, как бы, это её мысли, о том, о чём говорит Марьян, что, как бы, она покончила с безправием женщины, советская власть, уравняла её полностью с мужчинами, запретила специальным декретом Калым, то, что, в принципе, волнует, да, Роушан уже, когда она уже приехала в город, она уже начала думать о том, что Калым это, в принципе, неправильно, что у женщины должно было быть право выбора, потом, как бы, идут дальше её размышления, вот, как бы, это уже второй её приезд в город, город здесь имеет определённое значение, город это и есть, как бы, площадка модернизации, где всё происходит, да, она первый раз видит себя в зеркале, например, критики очень, как бы, детально описывают этот момент в анализе работы, данные, о том, что, как бы, как аульная женщина становится женщиной, как бы, так сказать, городской, такой модернизированной. В конце романа, как бы, Роушан уходит от своего мужа, во многом из-за того, что происходят какие-то сплетни в ауле, и, как бы, она бросает своего мужа, опять-таки, уезжает в Оренбург, чтобы учиться, получать уже более высшую степень, там, по-моему, она, я не помню, на кого точно она училась, вот, и в конце она его встречает, как бы, итог, там, не в любви, в общем-то, а в том, что, ну, ты наконец-то понял, что, да, что тебя эксплуатировали те же баи, и что советская власть, она и ей самая лучшая, то есть, конец романа в этом, да, Ботагос, о чём хотелось бы поговорить, Ботагос, это девушка бедная, которая живёт в ауле, которая имеет возможность ходить в русскоязычную школу, опять-таки, в ауле приезжает, то есть, вот этот процесс, да, что enactment, ничего не может происходить без того, чтобы не пришёл какой-то образованный мужчина, и не сделал из тебя человека, вот это просто бросается в глаза сразу, да, приезжает главный герой всего романа, несмотря на то, что роман назван Ботагос, на самом деле главный герой романа её муж, Аскар, там коммунист опять-таки, Ботагос, там отделено, может, 30% в книге, опять-таки, её становление, от аульной девочки, она переходит в объект вожделения Бая, который хочет её сделать четвёртой женой, все её, в принципе, как бы хотят поработить, и русский там колонизатор, да, который приехал, как администратор в аул, и все хотят, как бы, вот, на её тело претендовать, да, грубо говоря, но выходит она замуж за Аскара, и пока Аскар находится в периоде, там, войны, как это сказать, восстания 1916 года, установления, то есть, революционной советской власти в степи и прочее, прочее, Ботагос постоянно, опять-таки, у неё никакая несчастная судьба, её то пытаются, там, выгнать с завода, то её где-то ещё, ещё как-то пытаются, как бы, ограничить от именно, вот этой социальной, да, жизни, и потом в конце, самое интересное, да, что меня поразило в конце романа, она выходит, как женщина в красном, вот, и вот она там на корабле, на этом едет, как, не знаю, как алые паруса, ну, просто замечательно, что её освободили, вот, и вот роман на этом и заканчивает, что её освободили, а что тут будет дальше, непонятно, да, вот, в постсталинский период происходит такой какой-то срыв, что вот это всё вот понятие, как бы, это из советского реализма, оно, как бы, переходит уже в другую сферу, начинается издательство таких романов, которые я называю Nationalistic Nardies, то есть, пишут о том, что было до советского периода, пишут достаточно много исторических романов, стрела Мохамбета, кочевники, то есть, о том, каким была казахская хастринка, то, о чём нельзя было писать в сталинский период. Здесь я хочу поговорить, ну, возможно, о том, о чём писал Ужас Сулейменов в «Кактусе», о том, что, как бы, ну, в 50-60-х годах мы пришли к тому, что, как бы, эмансипация, эмансипация, а любви нет, везде разводы, я хотела, как бы, немного прочитать цитаты, но у меня нет времени, и, то есть, он приходит к тому, что нужно сделать эмансипацию, то есть, Аман – это один из главных героев, от которого он ведёт разговор, и что нужно, как бы, наоборот, одеть челму на этих женщин, да, и устроить какой-то такой, на 8 марта, получается, помните, как «выбери любовь», что-то в этом роде, и на челме у женщин будет написано количество высших образований, которые он получит, два, три, а мужчина будет их выбирать, основываясь не на том, как они выглядят, а просто, как бы, и вот это возвращение челмы опять, да, что, как бы, чадры, то есть, сори, это, как бы, само по себе, ну, мне показалось просто, переворачивая, да, весь дискурс, и говорить о том, что, ну, любви-то больше не оставлюсь, в соцреализме вообще не пишут про любовь, то есть, любовь это какое-то такое, как это, она даже не имеет никакого отношения к трансформации, там очень мало пишут про личное, но, и он говорит о том, что хватит уже разводов, хватит эмансипации, давайте уже все жениться, как бы, и строить любовь, что самое интересное. Я, наверное, уже не успею поговорить про темпоральность, вот этого гендерного, да, становления, что, как бы, но основная часть того аргумента, о котором я хотела рассказать, это то, что, как бы в дискурсе создают то, что, во-первых, что женщина, как мы говорили утром, не имеет какой-то субъективности в данном становлении, советская женщина, по крайней мере, в литературном, культурном дискурсе мы видим, что она постоянно должна ждать, когда с ней что-то случится, когда кто-то придет и что-то с ней сделает, да, вот это, как бы, на меня, я считаю, что это достаточно серьезный момент, на который мы должны обратить внимание, во-вторых, как бы, я определяю вот такую какую-то темпоральность, гендерная темпоральность, как я ее пытаюсь назвать, то есть, есть какие-то периоды того, когда женщина становится, когда она досоветская, потом она становится, происходит процесс советизации, то есть, она там проходит какую-то школу жизни, она где-то там обучается, приходит на завод и так далее, а потом приходит момент такой короткой советскости, когда все женщины становятся, в принципе, советскими, по крайней мере, в понимании общекультурного дискурса, и потом происходит такой временной, как бы, опять-таки, rupture, я не знаю, как это по-русски, ну, в общем, такой срыв, да, разрыв, когда женщина начинает терять эту советскость, да, в позднее 80-й период, то есть, после 91-го года, и потом, что мы видим, что становится с этой советскостью, то есть, вот это высшее понятие, да, советский человек, что становится с ним в поздний период, то есть, и тут появляется понятие, то есть, совка, да, я хочу как раз-таки поговорить о том, что такое совок в гендерном понимании, да, появляется какое-то понятие традиционализма, да, вот это слово, которое мне не особо нравится, но которое часто использовалось не в официальных, а как раз-таки в каких-то дискуссионных дискурсах и в 90-е годы, и в 2000-е, то есть, мамба, да, и в более такой поздний период, который, наверное, происходит сейчас, о котором я пишу отдельную статью, это какой-то такой неоказахская женщина, кто такая женщина, и то есть, ну, и тут получается, что женщина, как бы, репрезентирует себя больше на инстаграме, да, то есть, мы видим определенные какие-то типажи, о которых я хотела поговорить, но у меня просто нет времени, да, и как она должна выглядеть, но самое главное, что происходит в этом аргументе, что, в принципе, в советский период мы видели, что вот это есть какая-то временная, да, то есть, мы переходим от одного периода в другой, и женщина проходит какую-то темпоральность, а что происходит в постсоветском периоде, и для этого для меня важно, то есть, что осталось этой советской женщине после, что темпоральность, она, на мой взгляд, ломается, и все переходит в пространство, теперь мы говорим о теле, теперь мы говорим о том, как должна выглядеть казахская, современная казахская, девушка, женщина и так далее, и тому подобное, и мы, в принципе, возвращаемся достаточно много в тот период, о котором казахские, Ранее по-казански писатели говорили о традиционализме. Мы возвращаемся к понятию того, что женское тело должно восприниматься как морально, о том, о чём говорит Иваль Дэвис тоже. Мы говорим о том, что женщина должна быть чистая. У неё нет выбора в том, какого партнёра выбрать, за кого замуж выйти, даже по этничности. Я считаю, что Инстаграм — это достаточно визуальный ресурс, где можно всё это просмотреть, потому что там всё-таки это только фотография, вот такая маленькая в рамке. И люди начинают спорить о том, что показано на фотографии. То есть она не даёт другого контекста для меня, поэтому это поле очень интересное. И вот когда люди видят, что девушка полураздета или в какой-то позе, которая считается ненормальной, я провожу детальную анализ именно Инстаграма, и там начинается критика, что как так? Настоящая девушка, казацкая девушка, как так не может себя вести. И то есть, к сожалению, нет времени особо об этом поговорить сейчас, но именно что происходит, вот этот вот сдвиг из временного, то есть становления, мы переходим именно уже к пространственному, и мы говорим только о теле. Мне кажется, это достаточно важный момент. Всё, становлюсь силой.